Всем привет, друзья! Вы слушаете первый выпуск в 2016 году за номером 36, SDCast, подкаст о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, CS Diamond. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Павлов, администратор хранилищ данных банка Тиньков. Дим, привет! Всем привет! Ну, вначале стандартный вопрос, пару слов о себе, потому что я так очень кратко. Чем ты занимаешься, как давно, как попал вообще в IT-индустрию? Всегда очень интересно послушать. Ну, история, наверное, банальная достаточно. Еще в школьных годах обнаружил тягу к техническим специальностям, в особенности к каким-то взаимодействиям с компьютером, к программированию и прочее. Был Паскаль в школе, уже тогда это захватило. Вот, затем поступил в МАИ, уже в Московское институт. Уже там устроился на работу, на подработку, совсем простенько, говорят, а не кейщик, в небольшую контору. Ну, и, собственно, вот с этой работы, наверное, началась, если можно так сказать, карьера в IT. Понятно. А учился ты на кого в институте? Тоже какой-то уже профильной специальности или что-нибудь там по летательному конструированию летательных аппаратов? Скорее, ближе к летательному, чем к компьютерному. Специальность у меня – пилотажный комплекс и системы ориентации, навигации и стабилизации. В принципе, что-то из этого, конечно, мне пригодилось в моей работе, но по большей части это все-таки была жесткая математика и немного механики. Понятно. Ну, хорошо, ладно. Вот устроился ты ни кейщиком. Расскажи, как ты докатился до администратора хранилищ данных? Да еще к тому же не просто какой-то там банк, а это обычный банк, очень жесткие требования ко всем этим базам данных, отказоустойчивости, надежности, безопасности и прочим штукам. Ну, опять-таки, достаточно, думаю, распространенная история. После ни кейщика, если не ошибаюсь, на втором курсе я устроился в государственный научно-исследовательский институт. Один из, не буду, я думаю, назвать имя, мало кому что скажет, но занимался он тем, что собирал кластеры компьютерные для государственных заказчиков. В том числе там были очень интересные проекты, были кластеры на видеокартах, тогда это только-только все стартовало. Ну, это для расчетов что-то такое, да? Да, это для расчетов, для шифрования, дешифрования, очень, кстати, похожие операции, они как бы, те операции, которые производились на кластерах, они для нас были черным ящиком, мы не знали, что там происходит, мы просто предоставляли железо и какой-то набор там софта, операционной системы, еще что-то, затем уже заказчики ставили свой софт. Но, насколько мы знаем, очень операции были похожи на те операции, которые происходят при майнинге биткоинов. То есть вот хэши, все то же самое. Операции с плавающей точки, вот это все, что, ну, поль видеокарты, наверняка, что там нецелочисленные же они там считали. Вот, вот там я познакомился вообще с железом high-end, узнал, что это такое, что бывают многопроцессорные компьютеры, для меня это тогда было новостью, что вот есть там 4 сокета в компьютере, познакомился с монстрами IBM-овскими 3950, как сейчас помню, тоже меня шокировало в свое время. Вот, ну и изучил Linux на каком-то уровне, вот, собственно, после этого вот понял, куда я хочу двигаться, что я хочу работать с Linux, я хочу работать с какими-то нагруженными проектами. Вот, и после окончания, точнее, не после окончания, а за месяц до окончания института, до сдачи диплома стал вопрос, как бы, куда двигаться дальше, и откликнулся на вакансию в банк Тинькофф, тогда он назывался Тинькофф Кредитная Система. Сейчас он называется Тинькофф Банк. Вот, пришел на собеседование, ушел оттуда с мыслью, что, господи, как же я провалился, какой кошмар. Вот, был очень собой недоволен. А туда именно ты устраивался, как бы, на что-то, на администратора, да? На администратора хранилища данных, да. Вот, и, собственно, я был очень удивлен, когда мне призвонили и предложили, собственно, устраиваться дальше, проходить все остальные круги. Понятно. Ну и сколько ты уже там администрируешь эти самые хранилища? Получается, без трех месяцев, как три года. О, ну, слушай, уже большой срок. Ясно. Ну и расскажи, давай подойдем к главному, собственно, что у вас там за хранилище, что вы используете, как там все живет, самое интересное и вкусное. Ну, для начала, как бы, такой, может быть, небольшой экскурс в историю проведу. Да, конечно, давай. А вообще, что такое хранилище данных? Наверное, для большинства просто людей из IT при слове хранилища данных представляется какая-то дисковая полка или дисковый массив или там стойка с дисковыми полками, да, то есть какое-то... Ну, либо на худой конец просто приравнивается как синоним база данных, что тоже вообще-то совсем верно. Да, совершенно верно. На самом деле, хранилище данных в наше время, я бы сказал, это не одна база данных и не какая-то одна система, скорее, это комплекс из различных аппаратных составляющих. Ну, такой программно-аппаратный комплекс, что называется. Да, программно-аппаратный комплекс, причем составляющих может быть очень-очень много, начиная от СУБД, заканчивая системами репликации. И действительно, очень большой стек технологий под собой скрывает это понятие. И более того, для каждого заказчика, как, по крайней мере, с моей точки зрения кажется, каждая компания, в которой есть хранилище данных, это хранилище, оно уникально для каждого заказчика. То есть, вот этот набор технологий, он меняется в зависимости от сферы и прочее. Ну, что такое вообще хранилище данных, если следовать официальному определению? Это предметно-ориентированная база данных, предназначенная для отчетов и бизнес-анализа. То есть, некое хранилище информации, которое предоставляет, как ни странно, информацию, необходимую для принятия бизнес-решения, для поддержки принятия решений. На основе этой информации руководство компаний, рядовые аналитики, сотрудники должны выдвигать какие-то, как сказать, Ну, идеи, соответственно, дальнейшего развития и так далее. Да, идеи, решения, которые надо принимать. Тут, наверное, стоит сказать, что вот такой ключевой момент, что это не операционные данные, то есть, которые вот там прямо здесь и сейчас, да, то есть ежеминутные, а это именно некие по большей части агрегационные какие-то данные аналитические, то есть, это вот усредненные какие-то там средние значения, минимальные, максимальные. Это вот принципиальная разница, как мне кажется, да, собственно, она определяет тип нагрузки на хранилище. Ну, или как ты думаешь? Ну, классическое хранилище данных, оно собирает в себя за какой-то небольшой достаточно период времени информацию всех операционных систем предприятия, и затем разово за этот период вся накопленная информация, она каким-то образом агрегируется, перестраивается, и на выходе получается информация, на основе которой можно принимать решения, можно принимать бизнес-решения, в первую очередь. Собственно, да, совершенно верно, что из-за вот этой специфики очень отличается нагрузка операционных баз данных и база данных, хранилища данных. Если операционная нагрузка, это, ну вот, если взять классическую базу данных, да, там, допустим, Oracle какой-нибудь, который стоит в процессинге где-нибудь, это нагрузка, которая, как бы, состоит из большого числа инзертов. Ну, маленькие инсерты, на большом количестве, что называется. Да, маленькие операции, инзерты, немного апдейтов, дилетов практически нет, и не бывает практически сложных запросов с джойнами, группировками и прочее, прочее, прочее. Вот, то хранилище, база данных, хранилище данных, она, наоборот, как раз заточена под тяжелые аналитические запросы, которые пишут руками аналитики, бизнес-пользователи, или же эти запросы запускаются какими-то средствами построения отчетов, там, Business Intelligence, например, и так далее. И эти отчеты могут затрагивать очень большое количество данных. Они, даже если они возвращают немного данных, то для того, чтобы эти данные достать... Они должны перелопатить очень много всего, да. Они должны перелопатить, да, большое количество данных. Отсюда следует, собственно, главное требование к базе данных, использующихся в хранилище, это вот умение работать с так называемыми тяжелыми запросами, джойнами, группировками и прочее. Ну, это, соответственно, опять-таки накладывает и требования там уже к и железу в том числе, и конфигурации железа, я имею в виду, да, так сказать, потому что, соответственно, это много данных, которые там, если джойны, соответственно, это много временных там каких-то таблиц, сегментов, которые, соответственно, нужно много оперативки очевидным образом, да, ну, то есть вот какая-то связь, соответственно, тут есть. Ну, собственно, классическая архитектура сейчас уже, наверное, можно сказать, классическая, это shared nothing, так называемая архитектура, при которой база данных состоит из нескольких, иногда достаточно большого количества узлов, которые не имеют, как раньше были в мощных серверах под базой данных, там у них была общая память или еще какие-то общие ресурсы. Здесь каждый сервер сам по себе, на нем лежит какой-то кусочек данных, с которыми он работает. Соответственно, такая база данных, она достаточно хорошо масштабируется горизонтально. Ну, уже шардирование, что называется, потому что один сервер просто не может вместить там большой объем данных, и уже, наверное, это с этим связано, да, я так понимаю? Да, и не только с этим, то есть, теоретически можно было бы взять достаточно мощный сервер, подключить к нему очень большой дисковый массив и сказать, вот та же самая аналитическая база данных, да, но просто не хватит ни процессорных ресурсов, ни памяти, то есть, не существует такого сервера, который бы позволил там использовать там порядка 300 ядер, например, себе. То есть, вот в первую очередь для расширения именно возможности обработки данных, не только хранения, а обработки еще данных, используется мышка мштабирования по горизонтали. Вот, и в том числе, вот, хотелось бы еще тоже заметить, еще такая разница есть достаточно существенная между аналитическими базами данных и процессингами. Разница заключается в том, что у аналитической базы данных гораздо меньше требования к свежести, к онлайн-новости данных. То есть, не обязательно, чтобы те данные, которые лежат в базе, они были актуальны вот сейчас или там на 10 минут назад или на час назад. Они могут быть актуальны на сутки, могут быть даже больше. То есть, не требуется точность данных. Здесь тоже есть свои нюансы с этим связанные, где можно сделать шаг-левый, шаг-правый, скажем так, при создании архитектуры такой базы. Ну, это вот, да, интересно будет послушать, еще улыбимся. Но это, я так понимаю, дает возможность там немножко лучше выстроить процесс загрузки, ну, ETL, да, в том числе? В том числе, да, ETL, но в первую очередь это позволяет более гибко выстроить именно процесс загрузки данных из источников. То есть, процесс загрузки данных из источников и ETL, это все-таки немного разные вещи. Ну, по крайней мере, у нас так сложилось, я не могу утверждать, как это делается. А расскажи, в чем отличие. Потому что я как-то всегда думал, что как бы экстракт, трансформ, лоуд, вот это есть как раз-таки процесс выборки, ну, трансформации, да, и уже нагрузки в конечную базу. Я тебя понял. На самом деле, по крайней мере, у нас это немного не так. Связано это с тем, точнее, даже так, изначально это было похоже на правду, то, что процесс ETL, который у нас, эти процессы крутятся на SAS, SAS-based, такой есть язык, ну, наверняка сталкивался, да, слышал. Ну, да, край муха, но так мне не сильно знаком. Изначально это было так, что на SAS запускается джоб, он лезет в источник, там, Оракловый источник или MySQL источник, это какая-то база, которая обеспечивает операционную деятельность банка. Например, возьмем, там, для примера, процессинг какой-то, да. Этот джобик на SAS лезет в базу источник, забирает оттуда через Оракловый коннект стандартные SAS-овские данные, в себя, в SAS-овскую таблицу, какие-то операции там проводит, джойнит несколько таблиц, получает какие-то результаты, выгружает их в нашу аналитическую базу данных, к ней еще вернемся, что за база используется. Проблема возникла в тот момент, когда объем выгружаемых из операционной базы данных стал настолько большим, что сам процесс выгрузки затрагивает скорость работы операционной базы. То есть, мы аффектим производительность операционной базы. А, вот это важный момент, да. Да, это очень-очень плохо, потому что эти источники очень важны, как бы это считает ядро любой компании, ну, как сказать, кишки, скажем так, да. Не, ну, конечно, конечно, да. Вот, проблемы возникли на этой стадии еще, и в связи с этим было принято решение использовать технологию, так называемую Change Data Capture. Суть ее заключается в том, что можно забирать данные из источника, по крайней мере, точно можно сказать, про Раклова источника, в том числе и нескольких других баз, не нагружая основную базу. Ну, это типа логи, вот этот вал и прочее, что называется. Да, 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 совершенно верно. Вот, изначально мы использовали закрытую систему одного из вендоров, не буду углубляться, но, в общем... Ну, это, я так понимаю, что-то типа Golden Gate, да, вот он как раз-таки, наверное... Вот в итоге, да, мы пришли к Golden Gate. Единственное, что Golden Gate позволяет реплицировать данные из источника Раклова в Ракловую же базу. Ну, в том числе он может выгружать в CSV-шке. Ну, да, да, да. Побочный эффект такой, да, получаем. Вот. На деле же выяснилось, что вот этот вот побочный эффект, который позволяет выгружать Golden Gate данные в текстовые файлы, в плоские, он нам тоже не совсем подходит по ряду причин, потому что эти данные потом очень сложно применять. Ну, вот, если так утрировать, там, получается, два года нашей работы, да, мы пришли к тому, что сейчас у нас есть промежуточная база, так называемая ODS, Online Data Storage, если я не ошибаюсь, расшифровывается, в которой Golden Gate перекладываются данные со всех источников. То есть, эта база принимает на себя как бы нагрузку со всех операционных источников и аккумулирует у себя. И затем с периодичностью, которую мы можем настраивать уже буквально по табличке, для каждой табличке мы можем указывать, как часто забирать данные, из этой базы ODS мы забираем батчево данные, простой выгрузкой к себе в аналитическую базу данных. Вот этот процесс забора данных с промежуточной базы в нашу аналитическую базу данных, он целиком самописный, написан на Python, по большей части частично некоторые вещи написано на C. Хочется еще сказать, я вот начал говорить тоже, что есть несколько вендоров, которые предлагают решение по репликации напрямую из Oracle, то есть программный продукт читает данные из лога Oracle и пишет напрямую в нашу аналитическую базу данных. Вот мы через это проходили, и это не работает. Да, у меня, кстати говоря, я чуть-чуть дополнил, кажется, да, в 10-м SDCast был в гостях Алексей Константинов, это тоже архитектор хранилищ данных, они полностью заточены, ну, в смысле, очень хорошо знает он HP Vertico, они безызвестны, вот, они строили полностью, знаешь, делали базу данных для йоты, то есть вот в онлайне прям обработка, статистика и мониторинг всех йотовских там устройств, вышек там, ну, вот всего-всего-всего-всего, собственно, потом он тоже говорил, рассказывал про штуку, какую они, собственно, сами написали, у них там свадьба при компании, какая там изида, кажется, называется, вот, свою такую приблуду, которая, собственно, вот позволяла на неком таком DSL-языке, да, описывать вот эти механизмы трансформации данных, то есть цеплять источники и с помощью нее, собственно, вот вытаскивать, трансформировать и загружать, ну, то есть источник, таргет. Технология тоже основана на логах, да, на чтении логах. Слушай, вот сейчас тебе уже так прям подробно, конечно, не скажу, немножко уже подзабыл, давно дело было, больше года назад, но что-то такое, ну, хорошо, ладно, да, извини, что перебил, просто такой маленький комментарий. Если кому-то интересно, просто обязательно послушайте 10 выпуск про HP Vertical, там просто Алексей вообще его не остановить, он столько всего рассказывал с таким прям вот эмоциями, впечатлениями, вот. Так, ну и почему же это не работает, вот какие-то такие штуки в вашем случае? Не работало это, в первую очередь, потому что суммарно, вот даже если побачиво забирать данные из каждого источника, вот, допустим, да, есть у нас условно 20 источников, забирая данные побачиво даже из каждого из них, мы все равно получаем на базе приемники нагрузку, близкую к операционной нагрузке, то есть это уже не аналитическая нагрузка, там очень большое число запросов, даже если группировать достаточно большие батчи, просто за счет того, что источников очень много. И аналитическая база данных, она для такого не предназначена, она просто затыкалась, были большие проблемы с этим. Оно, конечно, кое-как работало, но, не дай бог, что-то происходило, где-то там изменялась таблица, и это не подхватывалось, и не переносилось на источник. Все это переходило в режим, так называемый, row-by-row, когда применяются построчные изменения. Ну, понятно, да, это уже... Да. Вот, поэтому мы пришли к тому, что между аналитической базы данных и источником нужно ставить еще одну операционную базу данных, которая будет на себя это все принимать, и затем очень большими батчами уже совершенно контролируем... Ну, уже, скажем так, подготовленные уже в каком-то виде, да, данные уже более прозрачные, так сказать. Эти данные уже грузятся в нашу аналитическую базу данных. Ну, наверное, стоит рассказать про саму аналитическую базу данных, что это такое, да, что у нас используется. Да, ну, конечно, да, что используется. А то мы так все говорим, база данных там... Что же, что же, что же это под капотом? Используется у нас GreenPlan. Это аналитическая BD, основана она на Postgres ядре очень старом. Это форк ядра Postgres, если не ошибаюсь, это 8.2, точную версию, к сожалению, сейчас не скажу. Я так про себя думаю, семерка, думаю, но это совсем уже давно было. Нет, это 8.2. Обещают, обещают вот скоро там, то ли, второй квартал вот этого года. В общем, в этом году обещают новую версию GreenPlan 5.0, и там будет как бы новый форк Postgres сделан. Ну, в смысле, они подтянут изменения там до девятки, да, какой-нибудь? Да, да, да. То ли 9.3, то ли 9.4, к сожалению, сейчас не помню. Вот, но пока это только обещания, обещания эти уже, по-моему, с прошлого года, с начала прошлого года, все время переносится срок, но ждем. Вот, собственно, немножко об архитектуре расскажу. Слушай, ну, пока не начал еще, пару слов просто про GreenPlan. Ты как-то можешь рассказать чуть-чуть, там, в двух словах, просто чем оно принципиально там отличается от Postgres? Ну, то есть ядро Postgres, а что они туда еще сверху своего докрутили? Они как-то оптимизировали вот запросы на именно на LTP, то есть, или что? Ну, основная отличие от Postgres в том, что это не один Postgres, а очень много Postgres, которые ставятся на большое число серверов. Причем на один сервер ставится не один, то есть, наверное, чуть-чуть все-таки придется об архитектуре рассказать, с чего сказать. Ну, хорошо, да, я просто как раз, мне интересно было, чем такое отличие. Да, можно совместить как раз, как получится. Да, лучше начать с такой технологии небольшой. Собственно, GreenPlan состоит из большого числа сегментов. Каждый сегмент – это один инстанс Postgres, это, по сути, СОБД Postgres вот этой версии, и состоит из мастера. Условно, из мастера есть сегменты. Сегменты размазаны по некому числу серверов. На каждом сервере стоит какое-то число сегментов. Этим числом можно управлять при создании архитектуры, то есть, можно выбирать количество сегментов. Также есть стендбай-мастер, то есть, при выходе с основного мастера вручную можно переключиться на стендбай-мастер, который содержит все данные мастера. Матерки о всех, о всех сегментах, ага. Да, причем вот процесс переноса данных с мастера на secondary мастера очень похож на вулл-репликацию, так называемую в Postgres, но это не она, это самописное решение под вендором Гримплама, компании Pivotal, которую поглотила компания EMC, которая поглотила компания Dell. Не недавно совсем было. В доме, который построил Джек. Да-да-да. Дальше, сегменты, в которых, собственно, хранятся данные, то есть, вот эти вот сегменты инстанса Postgresа. Возьмем какой-то один сервер, например, у нас есть один сервер, на нем стоит 4 инстанса Postgresа. В них, собственно, и лежат кусочки вот этих данных. Каждая таблица, она делится на n частей, где n – это число сегментов, и часть этой таблички кладется на каждый сегмент. Логика деления таблицы. В какой-то там хэш-ключу, наверное, как обычно, да? Ну, да, можно и по хэш-ключу, но, в принципе, ключ ты задаешь. То есть, ты задаешь поле распределения. Я думаю, там много используется, по-моему, и в вертике тоже, да? Примерно такая же система. Ну, обычно везде, где есть какое-то шардирование, везде всегда, конечно, можно выбрать, почему ты хочешь, там, по времени, там, по какому-то хэшу, по значению еще как-то. Можно выбрать как одно поле, так и несколько. То есть, можно выбрать условно-рандомный режим, когда база сама решает, как это все оптимально распределить. И вот это понятие ключ-дистрибьюция, оно очень-очень в гримплане важное. Мы тоже очень много копия в него сломали. Почему? Потому что именно вот по полю дистрибьюции или по полям дистрибьюции, если их несколько, гримплан совершает самые оптимальные, самые быстрые джойны. Я думаю, понятно почему. Потому что это, по сути, локальный джойн происходит. Данные не перетасовываются между сегментами в таком случае. Ну, как пояснить стоит, я думаю, или... Не, ну, в общем и целом понятно, да, что, как бы, если у тебя, ты используешь этот ключ, как бы, то, конечно, у тебя instance сам знает все хорошо, ему не надо там никаких сканировок. Грубо говоря, да, если есть две таблицы, которые распределены по некому ID-шнику, да, одному и тому же полю, и мы джойним одну таблицу на вторую по этому ID-шнику, то каждый сегмент просто берет данные из одной таблички, данные из другой таблички и джойнит их по ID. Если же мы джойним одну таблицу по ID, а вторую, например, по какому-то ID-2, который не является там ключом дистрибьюции, то гримплану придется выкручиваться. Есть несколько вариантов, как он это может делать. Есть вариант broadcast. Это когда он смотрит, какая из этих таблиц меньше, и меньше из этих таблиц он раскидывает на каждый сегмент, и каждый сегмент локально у себя джойнит эту маленькую табличку с куском большой. Тут тоже есть подводные камни, потому что гримплан не всегда правильно понимает, какая табличка маленькая. Он может взять и раскинуть большую таблицу. Но это вопрос уже актуальности и правильности сбора статистики актуальной по таблицам. Да, по таблицам. Плюс у него есть еще возможность одну из таблиц перераспределить. То есть он может взять таблицу, которая распределена по ID, распределить ее по ID2, и джойнит опять-таки. Ну распределить, значит, запустить процесс полностью перераспределить по всем сегментам. По всем сегментам, да. Каждый сегмент будет как отправлять данные, так и принимать, и в итоге эта таблица перераспределится по всем сегментам. По новой логике дистрибьюции. Далее, про отказоустойчивость. Что еще надо сказать про тимплан? Каждый сегмент может иметь свое зеркало. То есть, вот этот гипотетический один сервер из кластера, мы представляли, в котором работает 4 сегмента. Рядом с этими 4 сегментами крутятся 4 точно таких же, которые являются зеркалами этих же. Опять-таки, между сегментом и его зеркалом настроена репликация. Это тоже репликация, это черный ящик, туда особо не залезешь. Это все детище компании Pivotal, самописное. То есть, это не через радио-хедлог репликация, а через что-то другое. Вот тут уже подробник, сравнение, сказать нельзя. Ну, только если специалисты из компании что-то откроют. Хотя, кстати, не так давно же открыли исходники. Ну да, это буквально, мне кажется, в конце прошлого года как раз обсуждалось. Можно просто поковыряться, посидеть, как будет время. Думаю, много станет понятно. Вот. И если переключение с мастера на secondary master выполняется только вручную, то есть при отказе мастера кластер не сможет сам переключиться на secondary master, то при отказе сегмента Grimplan сам понимает, что этот инстанс упал по какой-то причине, и поднимает зеркало. То есть, зеркало становится основным сегментом. Ну, оно в смысле запущено, просто он переключается на то, чтобы запросы на него отправлять. Да, совершенно верно. И я как-то понимаю, конечно же, можно сказать, чтобы он в копии одного сегмента не держал на одном физическом сервере, а, конечно же, на разных распределях. Да, да. Это причем очень гибко можно делать. По сути, никаких ограничений нет. То есть, можно, допустим, рядом с кластером поставить еще один сервер и там держать все зеркала всех сегментов, например. Ну, для каких-то целей это, возможно, будет нужно. Можно сделать так, чтобы зеркала лежали на следующем сервере. Например, зеркала третьего сервера будут лежать на четвертом сервере. Но тут тоже есть подводный камень, что если у нас выходит и строит третий сервер, то вся нагрузка переходит на один, единственный, четвертый сервер. То есть, сервер, вместо того, чтобы на нем... Чтобы размазывать, да, конечно. Да. То есть, тоже надо к этому вопросу подходить с умом. Надо обдумать вот эти сценарии все, что выходит из строя, куда переспелится нагрузка и что важнее, как бы, обеспечить надежность или обеспечить быстродействие. Как известно, все такие системы, все MPP-системы, они работают со скоростью самого медленного из своих сегментов. То есть, в таком случае, если у нас зеркала одного сервера лежат все скопом на следующем сервере, вся наша система будет работать в два раза медленнее, чем изначально. Что еще под камень-планом надо сказать? Очень много... Ребята классно сделали из Pivotal. Очень много утилит дополнительных для загрузки, для бэкапов, для загрузки данных, я имею в виду. Для бэкапов, реверсторов и прочее-прочее. Плюс есть такой продукт, называется... Ну, не продукт, это утилита или расширение для крем-плама. Там есть свой термин «пакет» так называемый. Сложно сказать, что это. В общем, некий утилит, который можно доставить к кластеру. Называется она GPHDFS. Утилита позволяет в кластер крем-пламу загружать данные напрямую из кластера Hadoop. Это GPHDFS файловая система. При этом эта загрузка происходит параллельно всеми сегментами. То есть, все сегменты Greenplum лезут параллельно на все даты-ноды Hadoop. Скорость там, в принципе, фантастическая. Если в Hadoop... Ну, то есть, как бы ни одно узкое горлышко загрузки, а как бы оно в параллели между всеми, по сути, узлами Greenplum и всеми узлами Hadoop получается такой вот. Многие ко многим, что называется. Да, да, да. Ну, это тоже зависит от того, как эти данные лежат в Hadoop. То есть, там тоже же в Hadoop есть аппликация, смотря на скольких серверах есть физические эти данные. Но, в целом, вот то, что я экспериментировал, в принципе, более-менее равномерно распределяется нагрузка. И если оба кластера находятся в одной быстрой подсети, InfiniBand или 10G Ethernet, то скорость там действительно очень-очень зачетная, очень все хорошо. Круто, круто. Да, в том числе есть еще утилита GPF-DIST, называется, которая позволяет грузить данные с HTTP по протоколу HTTP. То есть, например, где-то у нас поднята патч, который хостит папку с CSV-шками. Мы указываем гримпламу лезть туда, получая все файлики. Там тоже есть очень гибкие настройки. При указании места, откуда забирать данные, ты можешь описать эти данные. То есть, по сути, ты создаешь внешнюю табличку. Ты описываешь длину полей и так далее. Если в этих файлах, на которые ты натравливаешь эту внешнюю табличку, встречается какая-то строка, которая не попадает под шаблон, например, длиннее строка или в целочисленном значении попадается буква, то гримплам это все аккуратненько складывает в табличку с ошибками. То есть, очень продуманно. Я просто так в 40-м довольно-таки хорошо знаком. И вот тоже там, собственно, external table. Ты говоришь, да, как что-то, там внешний файл, хочешь там CSV-шку, говоришь, в каком формате, что делать, если неправильные данные. Вот эта технология тоже очень нас выручает. Собственно, с помощью нее мы данные забираем из SAS и кладем в SAS при работе нашего ETL. То есть, на SAS у нас написана специальная обляска, которая как бы в самом SAS вообще есть инструмент SAS Access to Grimplum, который позволяет просто работать с Grimplum как с обычной базой данных, как с полкрасом, условно. Но он достаточно медленный, потому как все взаимодействие идет через мастер. Мастер является узким горлышком и при больших объемах все это затыкается. Вот поэтому мы написали свою обвязку вокруг GP of DS. То есть, при работе Java, когда результат какого-то трансформа необходимо выгрузить Grimplum, этот результат сначала выкладывается в CSV-шку, ну, условно в CSV-шку, на быстрый раздел. У нас это RAM-диск на данный момент. Пока RAM-диск, потом, может быть, еще что-нибудь придумаем. Ну, RAM-диск что, хорошее, если вместо позволяет, то, по-моему, отличное решение. Пока это работает хорошо. И с RAM-диска это забирает Grimplum через GPF-дист. Вот все это, вся обвязка, она написана на самом SAS'е. То есть, Grimplum ничего не знает об этом, по сути. Только, ну, создаются внешние таблицы и прочее, все это автоматически. Вот. Ну, вот как-то так, наверное, про Grimplum более-менее так и сказал. Но, в принципе, немножко так скажу, что на Хабре я описывал архитектуру Grimplum. Там более так... Ну, мы добавим ссылочки, конечно же, да, в шоу-нотс про это дело. Сейчас, может быть, немножко сумбурно рассказываю. Там все более обстоятельно постарался описать скопниками, схемами и прочим. Слушай, ну, а расскажи мне тогда немножко поподробнее вот про связку, собственно говоря, Grimplum и Hadoop, и вообще как вот... То есть, Hadoop у вас используется для каких-то расчетов. А, знаешь, вот, кстати говоря, вспомнилась какая-то еще вопросик. Насколько в Grimplum хорошо со всякими аналитическими, там, вот эти лапы, кубы, вот это все вот вы делаете какими-то средствами, я так понимаю, все-таки не Grimplum, а именно вот там через Hadoop где-то расчеты, что-то самописное у вас крутится для расчета, да, или как? Нет, Hadoop у нас используется... Только для хранения, в смысле? Нет, Hadoop используется для хранения, обработки очень небольшого объема данных, пока на данный момент потом... А, понятно, ага. Ну, как сказать, те данные, которые рассчитываются в Hadoop, они с данными, которые лежат в Grimplum и рассчитываются в SAS, никак, по сути, не связаны. То есть, в дальнейшем только из Hadoop в какой-то момент данные забираются в Grimplum и напрямую... То есть, результаты расчетов, короче говоря. Да, да. Да, то есть, можно сказать, что у нас как бы две такие параллельные веточки есть. Расчета SAS на Grimplum и информатика на Hadoop. Затем, когда информатика закончила рассчитывать данные... Ну, информатика, информатика, тоже, я думаю, многие знают про гнорисовещение. Информатика есть такой продукт Big Data Edition, информатика BDE. И, собственно, что она собой представляет, это, по сути, ETL на Hadoop. То есть, те обычные мэппинги, мэппинги workflow, которые люди создают в информатике, разработчики, их можно заставить выполняться не на сервере информатики, а на Hadoop напрямую. Так называемый режим pushdown to Hadoop. В частности, на Hive, например, как у нас это сделано. То есть, к примеру, делаем мэппинг информатики. Раз табличка, два табличка, джоиним их. Информатика понимает, что это надо делать в Hive и отправляется все это в Hive. И джоин выполняется... Уже там что-то внутри Hadoop. Да, информатику забирается результат. Интересно. Да, тоже интересная технология. Много было тоже косяков. Все это очень долго изучали, скажем так. Но сейчас более-менее стабильно это работает. И затем уже информатика, опять-таки, через GPF-DIST, через свою обвязку самописную, результат выгружает GreenPlan, где на эти данные настроен доступ для аналитиков напрямую. Понятно. Слушай, всегда, знаешь, хотелось узнать, просто я как-то никогда так близко с хранилищами не знаком, вот все время, знаешь, там слышу фразу, что там вот аналитики пишут запросы. Вот расскажи просто, как бы действительно прямо аналитики там SQL-запросы пишут, или это все-таки такая фраза, за которой скрываются на самом деле какие-то там интерфейсы, которые позволяют как-то это там из генератора построить что-то такое. Либо вот пару фраз, просто очень хочется из первых уст услышать, как же это в реале происходит. Ну, к чести наших аналитиков, да, они действительно пишут SQL. Более того, они пишут, некоторые аналитики имеют доступ к Hive, они пишут на Hive SQL, да, по-моему, называется. Ну, да, как-то так. Они сами пишут на Hive, они пишут на SASE, на SASE. То есть наши аналитики, они с этой точки зрения лапочки. Слушай, ну круто, круто. Ну, конечно, у них тоже есть инструменты, там, например, в том же SASE в SASE с гайдзей, там можно из кубиков что-то накидывать, да, вот там соединять, и как-то это все работает. Но, насколько я знаю, никто этим не пользуется. У нас, по крайней мере, все пишут свое. Ну, как обычно, ты, я думаю, знаешь, все эти визуальные средства, они хороши, когда тебе надо, там, не знаю, буквально две таблички сжойничать по-простому, и все, когда там начинается грубая там Hive, еще что-нибудь, ни одно визуальное средство нормально это и оптимально за тебя никогда это не сделает. То есть всегда проще и, главное, быстрее и качественнее сделать это тоже самое руками. Поэтому тут, как говорится, деваться некуда. Да. Кроме того, аналитики у нас еще с недавних пор умеют из SASE работать с Hadoop. Также не только из информатики, еще и из SASE. У SASE есть также SASE Access to Hadoop. Там есть некоторые ограничения, но в целом, надо сказать, что он работает тоже. Вот. И вот даже это они освоили, вполне работают неплохо. Неплохо. Здорово. Слушай, а в конечном виде, то есть уже именно бизнес, бизнес, там, потребителям, это все представляется просто в виде какого-то, там, не знаю, там, ну, веб-интерфейс просто прикручен, который из GreenPlan уже забирает эти рассчитанные аналитические какие-то отчеты. Нет, для бизнеса это в первую очередь отчеты на SAP. У нас также есть SAP. А, SAP. SAP, в первую очередь, и маленькую часть отчетов делают наши разработчики отчетности. Но большинство отчетов, насколько я знаю, сейчас делают сами, сам бизнес. То есть наши разработчики готовят так называемые универсы. Это некоторые наборы данных, как бы, ну, я думаю, слово... Ну, описанные просто, как бы, данные, на основе которых уже бизнес, зная, что это за данные, может сам построить какие-нибудь нужны там... Да, бизнес уже накидывает красивые графики, листелки и прочее, прочее. Ясно. Слушай, а расскажи немножко, вот, буквально немножко, может быть, цифр, просто сколько у вас там, не знаю, нот, узлов, ну, просто примерно, чтобы представлять вообще масштабы, вот, там, объемы, там, не знаю, терабайты, гигабайты, что там у вас, данных, как, насколько у вас это все там происходит? Ну, GreenPlan сейчас у нас, если брать только продуктовую среду, то это два контура, они друг друга дублируют, они в разных дата-центрах, на разных концертах Москвы, для отказа устойчивости. Объем данных сейчас порядка 30-35 терабайт. Это, как бы, чисто GreenPlan, только GreenPlan. Также есть в Hadoop, как я говорил, в Hadoop, если я не ошибаюсь, порядка 150 терабайт грязных данных, и это, да, это с учетом репликации, да, правильно, в районе 600 терабайт, как бы, без учета репликации тройной у нас, по умолчанию стоит, репликация три, репликация фактор, и порядка 105, ну, получается 150-190 терабайт, по-моему, именно грязных данных в Hadoop. По железу продуктовые кластера GreenPlan у нас из 24 серверов, на каждом сервере по 4 сегмента, как я тогда в примере говорил, Hadoop, если я не ошибаюсь, у нас 22 сервера. Hadoop у нас один кластер, только в одном дата-центре, потому что мы предполагаем, что его данные не настолько важны, чтобы там в случае... Ну, их всегда можно, как бы, восстановить, то есть, условно говоря... Надеюсь. Не, ну я к тому, что обычно данные, которые есть еще где-то, пусть там сырые или какие-то оригинальные, которые всегда можно потом, если что, восстановить, то обычно, да, не дублируют, потому что все-таки дорого, там, держать еще один кластер такой. Тут скорее, в принципе, мы их восстановить, я думаю, даже что и не сможем, просто пока бизнес еще не настолько завязан на эти данные. А, ну понятно, вы только-только в процессе, что называется. Да, да, поэтому пока можно сэкономить и использовать один кластер. Но я думаю, что в дальнейшем мы все равно придем к двум кластерам Hadoop, рано или поздно в обеих площадках тоже будет репликация какая-то, надо будет думать. Интересная значка. Понятно. Слушай, ну, давай теперь поговорим, наверное, вот столько, как бы, кластеров, контуров, кластеров, узлов и прочих штук. Как все это делалось? Надо как-то обслуживать, мониторить. Да, вот как вы все это дело поддерживаете в работоспособном состоянии? То есть вы, во-первых, наверняка ведь используете какие-то там, ну, средства провиженинга, да, для того, чтобы все это раскатывать, там, не руками же каждый сервер поднимать. И, собственно, второй вопрос, как вы все это делаете, чем мониторить? Потому что тут же тоже это как-то надо посмотреть, загрузка, даже просто там, что все ноды там живы, поняты, и какие метрики вы, соответственно, дальше собираете, по которым понимаете, что там надо добавить новый сервер, либо где-то там узкое горло, еще что-то, ну, вот такие вот моменты. Ну, тут можно на три части как бы разделить вопрос. Да, давай, конечно, я как-то так все в одно место скалкал. Первая часть – это система управления конфигурациями. У нас используется Puppet, но используется он очень узко, в принципе, можно сказать, что он используется только в Hadoop. То есть нужно добавить новую ноду в Hadoop, поднимаем сервер, Puppet там все накатывается, точнее даже не Puppet там, а, по сути, сам Hadoop накатывается Clouderой. У нас используется Clouder, а Clouder сама это все отлично делает, два клика буквально. В Puppet там какие-то системные вещи накатываются. Ну, надо сказать, что тоже у нас все-таки панк достаточно большой, там помимо хранилища еще куча других IT-систем, поэтому у нас есть отдельные отделы, если можно так сказать, ну да, по сути, это отделы уже достаточно большие, которые занимаются целенаправленно, например, только Unix с операционными системами, или только сетевым взаимодействием, или только хранилищами данных, хранилищами в плане устройства хранения данных, диски, полки и так далее. То есть, вот, например, вся забота об операционной системе, железе и прочем-прочем, она фактически лежит не на нас, а на другом соседнем отделе. Собственно, ребята нас просто ставят перед фактом, так-то у вас тут такая-то проблема, диск накрылся, да, вот если железо брать, его нужно поменять. Мы говорим, когда, как это сделать. Это что касается контроля версии. А используется, папид используется только в Hadoop. Ни Grimplum, ни SAS, в принципе, ни информатика, ни под какой системой контроля версии не расположены. В принципе, наверное, это с точки зрения, там, хардкорного системного администрирования немного неправильно, но до сих пор с этим проблем не было. То есть, тот же Grimplum проще поднять сервер заново, потому что все равно очень много уникальных вещей на этом сервере уже. Если ты включал его до этого в кластер, одним папидом как бы дело не ограничится. Ну, то есть, сложно объяснить, но, в общем, Grimplum и SAS под папид достаточно тяжело адаптировать, сами система. Наверное, можно, но, мне кажется, в чинковой выделке просто не стоит. Что касается мониторинга. Низкоуровневый мониторинг также лежит на плечах наших коллег, администраторов Unix и железа. Используется у нас Nudges. Немножко использовался раньше Zabix. Сейчас, по-моему, даже остался живой, но очень мало используются все низкоуровневые метрики. Там загрузка процессора, памяти, дисков, прочее-прочее, температуры и прочее-прочее. Все это через Nudges. Мы просто подписываемся на какие-то алерты, самые важные, которые мы хотим получать. Но обычно нас тоже ставят перед фактом. Типа, ребята, вот Nudges говорит, что здесь что-то не так, посмотрите. Это что касается NesTor, у него мониторинг. Все сервера, Nudges, они есть. По сути, главный же мониторинг у нас такой, можно сказать, если не самописный, то самосборный. Собственно, почему мы отказались от всей метрики вообще собрать в Nudges или в Zabix? Очень много, большая часть данных, которые мы хотим видеть, очень важных данных, по которым мы судим о загрузке хранилища, о проблемах, которые есть. Они генерируются не какими-то стандартными демонами в Unix или еще где-то, они генерируются нашими приложениями. Например, вот система репликации, то, что я упоминал из промежуточной базы ODS в Grimplum, она генерирует пучу метрик отставания всех источников, прочую-прочую нагрузку и так далее. SAS сам генерирует очень много метрик по работе джабов, по построению таблиц и прочее. Плюс еще, как я упоминал, у нас используются два проектовых контура Grimplum в разных дата-центрах. Между ними тоже у нас своя самописная система репликации, так называемый dual-UTL, но на самом деле, конечно, это не совсем dual-UTL, это просто дизастер-пикавер-решение. Если вкратце, работает это так, что SAS при отработке одного из джабов, джаб – это последовательность каких-то операций джоинов, допустим, группировок и так далее, на выходе джаб строит какую-то определенную таблицу. Эта таблица потом может быть использована в других джабах и прочее, может быть, просто конечная точка, то есть эти данные будут видны аналитикам. Так вот, при построении этой таблицы, эта таблица автоматически дампится, переносится на другой контур, там восстанавливается, и в случае успеха восстановления складывается еще и в бэкап, ну, по определенным условиям. То есть решаются две проблемы, у нас есть и живой контур всегда, и есть всегда актуальные бэкапы, причем уже проверенные, потому что мы их один раз восстановили, тоже, что важно. Ну, это, кстати, да, большое дело, потому что сделать бэкап – это еще не значит, что он потом хорошо и достоверно правильно восстановится. То есть если бы даже мы просто делали бэкапы, все равно нужна была бы какая-то система, которая бы там раз в месяц их, например, восстанавливала. Ну да, пробовал восстановить, что там все хорошо. Я просто, знаешь, это никогда не забуду, там, на одной из прошлых работ, там был тот самый Microsoft Exchange, и, соответственно, ну да, был настроен в нем там бэкап, но который никто никогда не проверял. Ну, как бы делает бэкапы, делает, все хорошо, окей, сделано. Потом в один момент, значит, там накрылся сервак, мы такие, ну, у нас же есть бэкап, ну, давайте его попробуем восстановить. Ну и, как обычно, чувак, извини, что-то в твоем бэкапе не сложилось, поэтому, а бэкап же бинарный, там, что это же тебе не набор, там, SQL, знаешь, insert in-то. Вот, ну, собственно, вот, поэтому проверяйте ваши бэкапы на восстановление. Да, совершенно верно. Вот, собственно, с чего она, вот эта система репликации, она тоже кинетит кучу информации, которую надо где-то хранить. То есть, если наджи с изабекс, он работает со своими демонами, там, какой-то демон, да, там проверяет, допустим, температуру, там. Не, ну, у него там есть демон, естественно, есть же сбор, там, по SNMP всякой, можно ему слать. Да, 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 можно писать самописного демона, в том числе, допустим, в том же наджи сайлу. Агенты, да, которые там стоят и, собственно, слушают. Но, в общем, подумали мы, подумали, как-то все это не круто, с наджи с изабексом мы работали, и вот эти вот какие-то, ну, достаточно убогие, честно говоря, графики, все это как-то вот, ну, некрасиво, не то, что это было. Вот, уже, в принципе, смирились, и наткнулся я на лекцию в Яндексе. Было какое-то событие в Яндексе, и читал парень, называлась лекция «Как построить миллион графиков» про графит. О, графит, да, известная штука. Да, да. Вот, собственно, я тогда заинтересовался, поставил, всем очень понравилось, казалось намного красивее, классно можно там комбинировать метрики, есть свой язык с функциями. Вот, собственно, завелся у нас графит, затем наткнулся на графану, это дашборд для графита, очень крутой, прям я не нарадуюсь просто, и он до сих пор живет, развивается, куча всяких новых фишек постоянно появляется. То есть, ну, это надо видеть просто, это действительно очень красиво, это вот такой BI в миниатюре для системного администратора, то есть, можно данные ворочать, как хочешь, куда хочешь, сравнивать, вычислять и прочее, 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 куча функций, которые стандартные, графитовские, ну, наверное, те, кто знакомы с графитом, знают, что его сильная сторона, это огромный набор различных, как математических, статистических, еще и прочих функций, которые можно накладывать на метрике. Вот в графане это все работает, плюс есть свои определенные фишки, и вот решили на этом сделать систему мониторинга, именно не оповещения, а именно мониторинга, чтобы вот зайти и понять, в чем дело, почему сегодня все тормозит, где вот сегодня все плохо, а вчера все было хорошо, когда это началось, с чего все началось, вот графа на эту задачу отлично закрыла, то есть, по сути, ну, наверное, это ближе даже к BI, чем к мониторингу, скажем так. Ну да. Вот. Очень приятно все открывать, совмещать, искать какие-то закономерности, зависимости, все очень быстро всплывает, мы уже кучу косяков на этом, в принципе, отловили, чисто на хорошей визуализации. Вот. Это что касается именно вот, как бы аналитики, да, что происходит с железом, что происходит с софтом. Также есть задача оповещения, то есть, когда что-то пошло не так, нужно кого-то разбудить, чтобы это кто-то стал все общинил. Это решается также на базе графита такой штукой, которая называется Каббат. Наверное, мало кто про нее слышал, достаточно неизвестная софтина. Суть в том, что это некая вебопликуха, в которой на языке графита, на его функциях, ты можешь задавать определенные критерии, по которым Каббат будет выполнять какие-то действия. Ну, трешелду, условно говоря, да? Да, да, да. Но хочу как бы акцентировать на том, внимание, что используется именно из-за графита. То есть, например, в том же Наджесе, ну, достаточно там проблематично будет сделать, например, алерт на среднее число за последние пять минут больше нуля, и там еще и сравнение с какой-нибудь со второй метрикой, которая больше, чем метрика такая-то. То есть, Наджесе, ну, это, наверное, можно, но, честно говоря, даже так задумываясь, как это сделать, даже сложно, как это сделать, а уж просто это точно не сделаешь. Вот в Каббате за счет функции графита это все делается очень легко, ты просто пишешь функцию, на результат которой он реагирует, собственно. То, что там есть большое количество каналов оповещения, имейл, смс, по-моему, даже звонить можно как-то через сторонние плагины, сторонние плагины. Но у нас используется имейл, потому что у нас есть своя служба холдеска, которая при получении письма действует по инструкции в этом письме, то есть, будет кого-то из дежурных администраторов нас. Ну, вот, вот этой троицы, собственно, Каббат, Графана и Графит, мы вот закрыли проблемы мониторинга. Я считаю, что очень удачно. Слушай, ну, здорово, чего, графит, да, вот Костя там, Никифоров тоже мой товарищ рассказывал, прям он радуется ими на эту штуку. Ну, просто, когда вот открываешь рядом Наджиос или Забекс и рядом открываешь Графит или Графану, ну, как-то вот инстинктивно тянешься там на Графан. Красивые кнопочки, метродизайн, вот это все модно, стильненько, все они мирно. Ну, слушай, он все-таки более свежий, а там Нагиос и там Забекс все-таки довольно-таки такие уже монстры продукты, хотя вот буквально не очень давно, опять-таки, у меня в гостях был автор самого Забекса, да, вот, и, соответственно, он рассказывал, Алексей Владышев, да, он рассказывал, что у них там сейчас готовится следующая какая-то там уже вторая или третья версия, где, собственно, они как раз-таки решили бросить силы на дизайн, да, на внешний вид, потому что, конечно, он устарел, он уже немножко морально, вот, так что тоже все меняется, развивается. Да, круто, круто, надо будет посмотреть обязательно, потому что в Забексе тоже есть куча плюсов, мы их тоже в свое время использовали. Слушай, Дим, ну что, по-моему, мы так вроде бы основные темы все какие хотели обсудили, да, поэтому, наверное, предлагаю на этом завершать наш выпуск, спасибо тебе большое, что нашел время, пришел, мы так долго с тобой договаривались, все у нас как-то там переносилось, но наконец-то это свершилось, вот, было очень интересно и занимательно послушать, если есть что в конце добавить, то давай. Ну что добавить? Ну какое-нибудь хорошее напутственное слово, я думаю, не помешает всем администраторам, да. Хорошее слово. Делайте бэкапы как минимум, видишь, и проверяйте, что они восстанавливаются, уже хорошо. Ну это да, это во-первых, во-вторых, наверное, хочется, кстати, во-первых, всех с Новым годом, это же, я так понимаю, первый подкаст 2016 года, да, да, вот так же с праздниками, а во-вторых, хочется тоже посоветовать всегда пошире смотреть на все проблемы, не всегда самое очевидное решение и самое правильное, и как бы вот для меня сложилось почему-то так, что стоит иногда посмотреть куда-то в бок, не на самое очевидное решение, чтобы получилось намного более круто в итоге, ну как-то так сумбурно. Не, ну, мысль главная, что ясна, да. Кстати говоря, вот как раз-таки SDCast тоже призван для того, чтобы расширять взгляды, а не просто там разные темы затрагивает, поэтому тоже про это же мы. Вот. Ну что ж, давай на этой позитивной ноте и закончим. Еще раз тебе спасибо, друзья. Друзья, спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока. Пока.